всем привет вы на канале светланы никичук и с вами я спортивный диетолог который уже больше 10 лет помогает людям восстанавливать вес восстанавливать здоровье путем правильного здорового рациона уже более 14 тысяч человек прошли мои онлайн программы и получили прекрасные результаты ссылку на описание и ближайших программ вы найдете под этим видео сегодня у нас с вами второе болтологическое видео что такое болтологическое это значит что я просто с вами общаюсь рассказываю что-то из опыта работы отвечаю на ваши комментарии вот и сегодня я хотела вам рассказать одну историю которая возможно для кого-то будет очень полезной история такая в 2017 году я начала собственно работать онлайн как раз я открыла свой youtube канал instagram и я создала свой первый курс по снижению веса тогда он назывался ешь чуть худей он был всего-навсего 4 недели и за шесть лет конечно этот курс стал более глубоким более большим он сейчас уже длится от 7 до 9 недель то есть гораздо больше программа больше опыта больше программа вот конечно же все это время постоянно учусь но суть в другом что я запустила как раз это был второй поток моего курса и ко мне пришла девушка с очень интересной историей она ко мне пришла после одного из марафонов очень известных я не буду называть название где все худеющие соревновались за очень крупную сумму денег то есть примерно эта сумма была такой что можно было купить небольшую квартиру она рассказывает что она пошла на свой первый сезон старалась тренировалась питание было очень жестким очень много было тренировок плюс к основным тренировкам еще были разные челленджи типа 100 приседаний 100 берпи в день и ну и так далее так далее вот проходит этот марафон по моему длился месяц она говорит я не побеждаю вот разочарование огромное и в итоге говорит я просто ухожу в сильнейший откат я отъедаюсь тренироваться не могу в общем полностью будет у меня самое ужасное такое состояние демотивации запускается следующий сезон это же марафона она опять идет в надежде что она все-таки выиграет сможет и похудеть и заработать но классно же да ты худишь тебя еще и мотивирует вот проходит второй сезон история такая же она тренируется как сумасшедшая ест мало меню очень жесткая вот заканчивается марафон естественно она не выигрывает и уходит опять сильнейший откат то есть так у нее было по моему есть не ошибаюсь три сезона подряд после каждого сезона она худела действительно потому что четко придерживалась всех правил между сезонами набирала вес еще больше чем был до похудения и так было каждый раз это было три сезона подряд в итоге по итогу трех сезонов вес был еще больше пищевое поведение было ужасно нарушено и ужасно было отвращение к тренировкам мы с ним попытались наладить работу но честно говоря было очень тяжело потому что само расстройство пищевого поведения так когда ты просто не можешь себя остановить сладком во фруктах в углеводах было до присутствовала и здесь очень быстро повлиять на эту ситуацию сложно тем более с расстройством пищевого поведения после диет вообще не работают жестко то есть нельзя после того как ты срывался отъедался и так далее сесть в очень жесткое меню это просто запрещено для того чтобы наоборот расслабить мозг да и показать ему что все нормально фрукты есть углеводы есть всего достаточно и успокоить это все для этого нужно максимально мягкое меню где будут и фрукты и углеводы где будет как минимум четыре приема пищи где будет достаточно большая порция да то есть вот вот такой вот подход всегда идет в работе с улучшением да и с лечением пищевого поведения а когда я этот подход объяснила ей она сказала что я это не подходит потому что ей нужно прям жестко потому что она так привыкла мы пробовали мы пробовали все таки зайти на такой более мягкий план питания но она говорит я не могу то есть я говорит не чувствую голода а значит у меня в голове вот четкая установка что так я не похудею себя не чувствую гола значит поправляюсь если тренировки то они должны быть только до того до отказа мышц до боли в коленях и в пояснице то есть вот вот настолько сильная такая взаимосвязь до сформировалась в голове что все должно быть очень жестко и все должно быть через боли через голод в общем в итоге у нас ничего не получилось в работе а я думаю что возможно и у меня было тогда не так много опыта донесения информации онлайн как сейчас плюс все таки это был сложный очень случай вот и возможно с такими людьми даже надо начинать работать не только там диетологу нутрициологу еще с другой стороны должен работать психолог или даже психотерапевт а и вот проходит какое-то время и ко мне приходит на программу сейчас вот буквально неделю назад приходит девушка с точно с такой же историей она тоже была в каком-то подобном марафоне где они там сражались за сумму 1000 евро примерно так вот она говорит я очень старалась я очень тренировалась я прям пахала как как могла дело достаточно тяжелые объемные тренировки очень жестко придерживалась меню исключила фрукты молочку по рекомендации тех кто проводил марафон вот она где-то я действительно хорошо похудела но это моё огромное разочарование было в том что к сожалению я не выиграла и я не то что не выиграла не попала гать не в первую тройку не в первую десятку даже не в первую двадцатку победителей и после этого говорит я почувствовал вообще что что я прошла за все это время во первых это ужасная такой психологический упадок второе это начались очень большие проблемы с со спиной вот на год просто даже ноги ведь не ходили спина отказывала пришлось брать целый курс работы со стеопатом про диету к и даже думать не могу понимаю что надо снижать вес но говорит я просто не представляю как сейчас опять вот заходить да в какую-то такую колею и ограничения вот мы сейчас не работаем она меня слышит понимает вообще прям вот в этом случае да у нас работа с ней складывается и я уверена что все получится о чем я хочу рассказать в этом видео в том что о том что сама мотивация худеть за деньги она изначально неправильная то есть в целом во первых нужно понимать шансы до шансы насколько они у вас велики выиграть если заходит на марафон тысячи человек то ваш шанс один к тысяче просто представьте один к тысяче это не 10 человек это тысяча второй момент если на такой марафон придет спортсмен у которого есть хороший хорошая такая знаете мышечная память кто когда-то много занимался возможно даже выступал на каких-то спортивных соревнованиях он может легко отъесться за пару месяцев до таких марафонов прийти на марафон реально тучным но за месяц вернуть свою шикарную форму где будут кубики на прессе где будут просто ягодицы орех где будут бицепсы и так далее он будет прям выйдет из марафона сухим потому что очень хорошая мышечная память до плюс сам обмен веществ шикарный то есть такие истории я тоже видела вот поэтому вы не знаете кто заходит в программу и с кем вы соревнуетесь это все равно как представить да если это будет какой-нибудь забег до марафон в котором бежит новичок который не бегал уже со школы еще бежит любитель который бегает иногда для себя там по паре тройки километров и бежит человек который всю жизнь бегает на марафонах пробегал марафоны по 20 40 километров и так далее кто кто вы выиграет из них троих но естественно конечно же тот кто уже это дело не один раз поэтому здесь просто не одинаковая неравные стартовые позиции что я хочу сказать в этом видео что цель ради которой вы худеете она должна четко сопрягаться с вашим новым весом например я хочу снизить вес и в таком случае я смогу например до устроиться на новую работу потому что буду более уверенно в себе то или там прям требуется вот более стройные или например я перестану пить препараты или я смогу одеть такой-то размер одежды или 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 и так далее то есть это действительно должно быть напрямую связано но здесь получается что мотивация заработать деньги она была изначально неверная сто процентов человек который снижает вес возвращается в свою форму его социальная жизнь улучшается то есть он может зарабатывать больше в целом на работе потому что становится эффективнее потому что у него улучшается у него больше сил у него больше энергии он может учиться у него повышается самооценка у него повышается уверенность в себе и он действительно может как сменить профессию да так и в своей профессии пойти в рост потому что он себя чувствует по-другому то есть это действительно скажется да даже на финансовой стороне но напрямую похудение с деньгами не связано никак точно так же как когда-то я читала одну из историй как девушка худела для того чтобы вернуть мужа она похудела муж не вернулся на год у меня ужасное было просто разочарование то есть а как это связано как это связано вот поэтому здесь надо очень во первых первое правильно ставить цели до ради чего это во вторых нельзя заходить на похудение ради денежных призов и так далее потому что в таком случае вы выстраиваете не совсем правильный путь и не те отношения с собой потому что вы в этом случае исключительно ориентированы на достижение цели но не на собственное ощущение не на ощущение тела а как телу сейчас а как вообще телу вот сделать вот эти 100 берпи или 100 приседаний а хорошо ли ему где вот в этих челленджах где здесь любовь к себе а где любовь к себе когда ты себя жестко ограничиваешь в рационе то есть неужели вот как этот путь можно сохранить потом если мы все время говорим о том что кроме того что нам нужно снизить вес это пол дороги до пол пути а еще большая часть работы это удержать этот вес а как мы будем удерживать то есть на тот момент пока мы снижаем вес у нас есть возможность выстроить отношения с едой с новым образом жизни таким образом чтобы вам это нравилось чтобы это не ломало вашу обычную жизнь чтобы вы получали от этого удовольствие чтобы это вам давало ресурс чтобы вот в каждом вашем шаге вы готовите завтрак вы готовите ужин в этом сможет быть собирать себе контейнер с собой вы идете на тренировку там скандинавская ходьба бег и так далее в каждом вот этом шаге вы чувствовали любовь к себе и заботу о себе когда вот я делаю мне прям нравится мне хорошо я получаю от этого процесса удовольствия только в таком случае вы можете сохранить этот здоровый образ жизни и после того как снизить вес вот тогда вы сможете его удержать потому что после того как вы встанете на весы увидите желаемую цифру вашей жизни ничего не изменится в плане ваших действий вы будете также тренироваться вы также будете правильно питаться и придерживаться режима держать свой режим сна и все остальное но если вы идете к вот этой желаемой цифре очень жесткими методами только думая только о цифре или только о призе или еще о чем-то да или там я худею чтобы там не знаю кто-то это одобрил или еще то есть если вот такая вода у вас цель вы абсолютно не прислушиваетесь к своим ощущениям то есть вот эти вот отношения они будут неправильно выстроены вот и естественно до чем люди мне пишут что я боюсь начинать худеть потому что я знаю что я опять потом наберу потому что уже так худела и уже набирала а почему потому что худела таким образом что невозможно было сохранить вот это как образ жизни невозможно было я показываю сейчас своим примером что я похудела в 2021 году у меня был сильный набор веса по определенным причинам и я похудела и вот уже два года уже пошел третий год когда я вес удерживаю то есть я показываю это своим примером что да это возможность снизить вес его удержать потому что в тот момент пока я снижала вес я максимально выстраивала удобно все для себя когда мне удобно вот в это время есть когда мне удобно в это время тренироваться когда мне вкусно вот так вот так вот так и только от такой вот образ жизни мы можем сохранить собой навсегда и действительно перепрограммировать свой вес на желаемый вот тогда вам не тяжело будет его держать не нужно будет постоянно держать диету считать калории взвешивать еду и все остальное вот очень такую вот вам историю хотел рассказать поэтому если вы хотите похудеть какие-то марафоны курсы все это однозначно классно работать а почему классно потому что вы заходите с единомышленниками в такие программы до поднимается быть мотивация появляется какой-то азарт это классно но мотивация у вас должна быть не победа не приз ничего-то одобрение она должна быть у вас абсолютно другой личной более глубокой которую вы сто процентов получите даже если не выиграете приз но вы получите то зачем вышли собственно в это снижение веса на сегодня у меня все и мы с вами встретимся в следующем видео всем пока